Библейский портал экзегет.ру представляет Пока молодой деревенский паренек, который абсолютно ничем не примечательен Я не буду пересказывать всего того, что мы с вами разбирали применительно к фигуре Саула, первого царя Израиля Трагической фигуре, которая была первым опытом, может быть, кто-то скажет неудачным Но опыт бывает бессмысленным или полезным Любой опыт отчасти неудачный, нам никогда не удается все сделать идеально Или почти никогда Саула много чего не удалось, но уроки были явно извлечены Может быть, не им, может быть, не сразу Поэтому его фигура для нас очень важна И еще обращу внимание, что Пророк Самуил описывает это примерно так Саул оказался неправильным царем, который ставит свою волю выше воли Божьей И мы об этом долго и подробно говорили И теперь Господь отверг Саула, чтобы избрать себе другого царя Другого наместника над Израилем, его народом И как мы себе это представляем? Саул падает от удара молнии сразу, да? Ну или, скажем, идет на войну, его убивают на следующий день И Самуил помазывает другого царя над Израилем Нет Саул остается помазанником Божьим Вот как звание академика, допустим, Российской академии наук, оно неотменимо Человек может впасть в маразм или сойти с ума, но он все равно остается академиком Так и Саул остается царем израильским Это тоже очень важный урок, что царское достоинство, оно остается с человеком Это пожизненное избрание, да? Но то, что Саул пожизненно царь и пожизненно помазанник Божий Не означает, что он угоден Богу, да? Вот в Библии мы часто встречаем эту историю про свободу человека Про то, что Господь дает человеку огромный кредит доверия И человек его оправдывает или нет Ну, а как правило, оправдывает в некоторой мере А в значительной мере не оправдывает Но Господь не отбирает этого кредита сразу И того, что обещал, он не отнимает от человека Ну что ж, это краткое предисловие А вот, наконец, на встречу с нашим любимым героем пойдем Господь спросил Самуила «Доколе тебе скорбеть о Сауле? Я отрешил его от царства Израилевского Наполни рог Елеем и ступай, куда пошлю тебе Кыша и Вифлеем Среди его сыновей присмотрел я себе царя» Да, вот обратим внимание, что Самуил скорбит о Сауле Все-таки он думает, какая же эта трагическая ошибка Почему Саулу надо было кого-то другого И Господь не спорит с ним на эту тему И не пытается объяснить Да, Саул, конечно, не все сделал правильно Но и это было не бесполезно Он говорит, идем дальше Вот в жизни очень важно Есть ошибки, есть провалы Есть обидные ситуации Идем дальше Ну, наполни рог Елеем Это такой обряд Рог, естественно, рог животного Который одновременно воспринимался Как такая торжественная церемониальная чаша Да, для возлияния или для чего-то еще Самуил спросил «Как же я пойду? Ведь Саул слышит об этом и убьет меня» Саул-то ведь еще царь, да? Пойти и сказать «Я иду помазать нового царя» Ну, Саул решит, что это мятеж против его власти Господь ответил «Возьми с собой телку из стада и скажи, что пришел принести жертву Господу» «Пригласи Ишая на жертвоприношение и отдам тебе знать, что делать» «Так ты помажешь мне того, на кого тебе укажу» Вот интересная вещь В предыдущей главе Самуил объяснил Саулу «Все, Господь тебя отверг» Логический вывод «А я теперь иду помазать нового царя» Но политическое государство на эту власть у Саула И ничто не помешает ему казнить Самуила и нового помазанного царя Как заговорщиков, мятежников, да? Вот оказывается При всем уважении к государственной власти Но Библия отнюдь не утверждает, что воля Божья всегда совпадает с наличным государственным порядком И здесь ярчайший пример, когда партизанские, по сути дела, действия Помазание нового царя при живом и еще долго живущим, старым Это и есть воля Божья Хотя это явное нарушение порядка, сложившегося в стране Но одновременно эта воля Божья не противопоставляет Он не говорит «Возьми, собери там оружие, выступи на бой, свергни царя» Нет, все свершится каким-то другим путем Долго, сложно, но мирно И это принципиальный момент Давид приходит к власти мирным путем Хотя он абсолютно не был мирным человеком, пацифистом Вот ни разу Самуил поступил, как велел ему Господь Он пришел в Вифлеем Сегодня все знают этот город Тогда это маленький городок Как куча этих городков, которые тут перечислены Название большей части из них даже не запоминаем И городские старейшины встретили его с трепетом, спрашивая, с миром ли он пришел Ну, конечно, в Конотоп приехал главный пророк Или какой-нибудь Биробиджан Крохотный городок на окраине Он ответил «С миром я пришел, чтобы принести Господу жертву Совершите обряд посвящения и вместе пойдем на жертвоприношение» Обратите внимание, что жертвоприношение Саул совершает где хочет Хотя есть скиния, вроде бы надо только там Но, очевидно, это правило тогда не соблюдалось, по крайней мере, Самуилом И никто его за это ни разу не упрекнул То есть всегда есть теория, есть практика «Он совершил обряд освящения над душем его сыновьями, пригласив их на жертвоприношение» То есть люди, участвующие в жертвоприношении, проходят обряд освящения, какого-то очищения Ну, вот современная православная практика исповеди перед причастием Она, в принципе, похожа Такое вот освящение, очищение перед участием в жертве Когда они подходили, он увидел старшего сына Ишая Элиавы И подумал, вот он, помазанник пред Господом Ну, еще бы, старший, наверное, самый высокий, красивый Но Господь сказал Самуилу «Не смотри на его красоту и высокий рост, не его я избрал» Кстати, помните, Саул высокий и красивый Когда все увидели Саула, сказали «Да, это царь, вот красавчик» «Не так я смотрю, как смотрит человек Люди глядят на облик, а Господь взрывает на сердце Попробуем по-другому Попробуем маленького, неприметненького Ишая позвал Авинодава и другого сына Провел его пред Самуилом Но Самуил сказал, что не этого избрал Господь Ишая провел Шамму Но Самуил сказал, что и не этого избрал Господь Семеро сыновей провел Ишая перед Самуилом Но Самуил сказал Ишаю, что нет среди них избранника Господня Обидно, да? Господь отправил его туда Да, все нет и нет. Самуил спросил у Ишаев, все ли это отроки. Тот ответил, есть еще младший, он пасет овец. Ну да, там мальчонка в поле овечек гоняет. Про него-то чего говорить, он уж точно не подойдет. Самуил ответил Ишаеву, пошли за ним, мы не сядем, пока он не придет. Не сядем за пешественный стол. Ишаев послал за ним, ведь его даже не пригласили. Настолько вот он такая золушка среди своих братьев. Ишаев послал за ним, он оказался румяным, с красивым лицом и прекрасным обликом. Надо же, это, кстати, редчайший случай портрета. Библия почти никогда не дает портреты, да и здесь довольно скупые. Кстати, мы не знаем, румяным, то ли это его такой розовый цвет лица, то ли это рыжий цвет волос. Рыжие светлые волосы. Необычно на Ближнем Востоке в основном брюнеты. Но красивое лицо и прекрасный облик, это точно так. Господь сказал, сверши помазание над ним, это он. Он неприметный, красивый, но неприметный. Саул взял рог с Елеем, помазал его посреди его братьев. И дух Господень сошел на Давида и с того дня пребывал на нем. А Самуил возвратился в Раму. Вот как просто произошло помазание второго царя Израиля. Смотрите, история про помазание Саула долгая, сложная, подробная. А тут вот раз и все. И ничего особенного. А Саула дух Господень оставил и стал его мучить злой дух по воле Господа. Тут даже буквально можно перевести злой дух от Господа. Но смотрите, в прошлой главе было сказано, что Саула оставил Господь. Он его как бы, ну, предал его собственным, грубо говоря, желаниям и страстям. И вполне естественно, что вот тот дух Господень, который сошел на него вскоре после помазания на царство, он его оставил, а значит, его место занимает что-то другое. И вот, видимо, какая-то, как сегодня мы сказали, психическая болезнь или действительно некая одержимость. Но вот Саул уже слишком важная персона, он уже слишком значимый человек, чтобы просто вот быть, ну, как все люди, да, вот такой, ну, обычный человек. Он либо носитель Божьего духа, либо он носитель уже духа злого. Он уже не может быть обычным, да. Вот царь — это еще такая фигура, которой нельзя быть посредственностью. Нам всем можно, а ему нельзя. Слуги Саула стали говорить, теперь тебя мучит злой дух по воле Господа. Ну, пусть наш господин только прикажет своим слугам, которые пред тобой, разыскать человека, умеющего играть на лире. Когда на тебя найдет злой дух по воле Бога, то он заиграет, и тебе станет лучше. Ну, вот музыка, ее целебное свойство, ее способность успокаивать людей, возвышать. Но дух это не прогонит, просто даст облегчение. Палеотивное средство, да. Саул повелел своим слугам. Найдите мне человека, способного к игре, и приведите сюда. Один из отроков ответил так. «Я видел у Ишаева и Флееми сына, способного к игре. Он достойный муж и воин, он рассудитель и накрасив, и Господь пребывает с ним». Вот двойное избрание, да. С одной стороны, есть божественные замыслы о Давиде, а с другой стороны, просто открывается вакансия при царском дворце, и Давид оказывается подходящим кандидатом. Он оказывается в царском дворце, но не сразу. Саул отправил гонцов к Ишаеву с приказом. «Пришли ко мне сына своего Давида, который при стадах. Иша нагрузил на осла мешок зерна, мех с вином, добавил одного козленка и отослал их с сыном своим Давиду к Саулу». Ну, понятно, без подарка неудобно. Давид, когда прибыл к Саулу, стал ему служить, и тот его очень полюбил. Он стал его роженосцем, то есть ближайшим слугой. Смотрите, Давид уже царь, но царь потенциально, как и Саул был помазан Самуилом, а потом ему еще предстояло быть объявленным царем при всем народе, победить при Явэше Галаадском, чтобы народ его признал. То есть царское достоинство, оно скорее раскрывается. Оно есть нечто такое, что человек внутри себя осознает и хранит, но оно еще не очевидно для всех. Более того, он служит нынешнему царю. Казалось бы, ситуация, Давид мог бы легко сказать, ну, теперь я царь, а этого взять да убить ночью во сне. Чего проще? Если он его ближайший слуга, уж кто-кто, а Давид найдет способ. От него избавиться нет, нельзя. То есть чем отличается Давид от Саула с самого начала? Давид ничего не предпринимает по своей инициативе без воли Божьей. Он много чего предпримет и будет далеко не всегда прав. Но вот в каких-то главных принципиальных моментах своей жизни он следует этой воле. А если нет, то это уже отдельная история, и мы ее еще, конечно, обязательно прочитаем. Ишаево Саула передал через гонцов. Пусть Давид служит мне, он снискал мое благоволение. И когда дух по воле Бога находил на Саула, злой тот самый дух, Давид брал лиру, и Саула бывало облегчение, делалось лучше, а злой дух оставлял его. Вот тоже интересно, что мы узнаем о Давиде с самого начала. Ну, что он красив, что он пасет овец. Кстати, царь и пастух — это довольно похожие профессии, отвечать за стадо либо народ. Потом добрый пастырь станет одним из образов Христа, именно потому что пастух заботится, пастырь заботится об овечках, как Христос о своей церкви. Вот, но еще одна вещь. Давид будет потом воином и очень даже успешным воином. Давид будет довольно мудрым правителем. И много еще кем будет. Но первое, что мы о нем узнаем, он музыкант. И как музыкант он способен давать облегчение человеку, страдающего злым духом. Самая мирная профессия, самая, может быть, такая неприметная, негероическая, но свидетельствующая о том, что вот в этой красоте, в красоте искусства, людям открывается, если не Бог, то, по крайней мере, какое-то лучшее измерение реальности. И потом, конечно, Давиду будет приписано, и, скорее всего, он действительно автор, некоторое количество псалмов, и в книгах царей, царств будет кое-что из его произведений, небольшие кусочки, правда. И окажется, что, может быть, первое и главное в его жизни это его музыкальное и поэтическое творчество, как ни странно, а вовсе не талант воина и государственного мужа. Но для начала ему еще предстоит поучаствовать в боевых действиях. Это следующая, 17-я глава. Продолжение следует...